Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Сейчас, пожалуй, даже целых два места. Это Евангелие от Луки, 9.50 и 11.23 из того же Евангелия. В 9.50 мы читаем слова Христа «Кто не против вас, тот за вас». А в 11.23 мы читаем «Кто не со мной, тот против меня, кто не собирается со мной, тот расточает». У Марка точная параллель к первому, 9.39.40. У Матфея ко второму, 12.30. Ну, вот у Луки оба выражения, и как-то непонятно. Еще раз. Кто не против, тот за. И кто не со мной, тот против. То есть, что получается? Вот мир весь черно-белый, да? Мы обязательно должны быть либо со Христом, либо против Него. А если мы не уверены, а если мы в какой-то серой зоне, да, мы шатаемся, мы не очень понимаем в данный момент, как мы поступаем и куда мы движемся, вот что прямо всегда черно-белое, одна из вещей, которые меня очень напрягают в этом мире, когда навязывается черно-белое мышление, когда вот каждый человек, каждое явление обязательно либо ужасно, либо наоборот совершенно прекрасно, потому что, как правило, все намешано, да? Вот бывают совершенно ужасные, совершенно прекрасные люди, явления, события, но гораздо чаще некоторая смесь, мир сложный, цветной, неужели Евангелие отказывает ему в этой многослойности? Мне кажется, что-то рановато вот брать и делить строго на за и против. Особенно если мы захотим поделить на за и против окружающих нас людей и события, которые происходят, вот одно всегда полностью за Христа, второе всегда полностью против Него. А давайте посмотрим на контекст. Значит, первое из речения. «Кто не против, тот за вас». В ответ на вопрос учеников некий человек именем Христа изгоняет бесов, но не ходит с ними. И он говорит, кто не против вас, тот за вас. У Марка даже еще пояснение есть, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре зоословить меня. Смотрите, этот человек не был учеником Иисуса, иначе бы другие ученики его знали. Он, возможно, просто прослышал, что надо же, какое мощное средство изгонять бесов именем Иисуса. Здорово, сказал он сам себе, буду этим зарабатывать. И как-то другие ученики решили, это очень дурной подход. Нельзя так. Наш учитель, наш спаситель, а тут кто-то просто берет и использует его имя для того, чтобы, может быть, прибыль получать, может быть, даже просто помогать людям, но все равно Иисус говорит, он не против, значит, он за. Абсолютное и полное принятие любого человека, который хоть в чем-то тебе союзник. А вот второе изречение, там тоже про изгнание бесов, но ситуация совершенно другая. Там те, кто против, обвинили Иисуса в том, что он изгоняет бесов, как их князь. Иисус рассказывает, невозможно похитить имущество сильного, не одержав победы. Имущество сильного, то есть дьявол держит человека в плену, и пока он его держит, ну, как вот захватил заложника, да? Ты должен его связать сначала, потом ты заложника освободишь. Он не отпустит его. Притчу он рассказывает про человека, из которого изгнали одного беса, а потом в него вселились семеро. То есть сначала вроде победили, а потом оказалось, что еще хуже, потому что эта победа как-то была одномоментной. Борьба может быть длительной, даже постоянной. И вот перед началом этой притчи он говорит, кто не со мной, тот против меня, кто не собирается со мной, тот растачает. Смотрите, вот вторая ситуация, она совсем другая. В первой ситуации ученики говорят, вот он ходит, он не такой, он не наш, он другой юрисдикции, конфессии, партии, у него взгляды, знаете ли, такие, он вообще там не тем занимается. Иисус говорит, ну, он же не против меня, он же моим именем изгоняет. Значит, он не будет вашим противником. Примите его как союзника. А в другом случае другие люди, которые как раз его противники говорят, нет, это вот ты все делаешь силой бесовского князя, и вообще все ужасно. И он говорит, а вы на себя посмотрите. Вы собираете вместе со мной или вы тратите? Решите этот вопрос для себя. Первое обращено к другому. Двойные стандарты, как часто мы их в мире видим. Себя-то я оцениваю по вот этим, а другого-то человека по тем, да? Вот они, двойные стандарты. Иисус говорит, ты другого оцени по тем стандартам, он тебе чем-то кажется союзником, значит, он твой союзник, даже если он совсем не так себя ведет, как ты бы хотел. А себя оцени по этим, более строгим. Терпимость по отношению к другому и строгость по отношению к себе. Но, мне кажется, здесь есть еще один очень важный урок. Мы часто боимся ошибиться в выборе союзников. И правда ошибаемся. Я ошибался. Я относился к людям лучше, чем, ну, говоря таким простым мирским языком, они этого заслуживали, да? Я думал, они наши, а они оказывались не нашими. Ну и что? Что я потерял? Иногда я немножко разочаровывался, но ничего страшного не произошло. А вот совершенно катастрофическая ситуация, когда наших ты записываешь в враге. Когда ты отталкиваешь от себя братьев, мы прекрасно это знаем, когда распадаются семьи, дружеские связи, рвутся приходы, в конце концов, да? Делятся юрисдикции между собой, могут разделиться. И таких историй мы знаем очень много, потому что, ну, это же не наши, это же враги. Мы же вот видим в них ясное какое-то действие, какой-то бесовской силы. И мне кажется, в этом раскладе вот как раз мы опасно приближаемся ко второй ситуации, когда то, что может быть объяснено действием Духа, то, что может быть названо нашим союзником, вдруг объявляется бесовской силой. Ну, а как поступать с теми, кто действительно враг? А такие люди есть, да? Христос дал пример в другом месте. 23 глава. «Отче, прости, и мы бы не знают, что делают», говорит он о распинающих, хотя очень трудно не знать, что ты делаешь, когда ты распинаешь другого человека. Вот, тем не менее, он нашел способ их оправдать даже в той ситуации. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. вкладыш и вкладыш и оцени, почему Продолжение следует...